Это дикий камень. Здесь у нас с вами установлен умывальник, унитаз, ванная, система дополнительной очистки и фильтрации воды в доме. Вы получаете дом полностью готовый к проживанию. Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами Айдин, работаю без оператора, на экшн-камеру. И мы передаем заказчикам очередной готовый к проживанию дом. Угадайте, какой это проект. Это очередная Бавария. Правильно, абсолютно. Это один из самых востребованных, конечно же, наших проектов. Это очень удачный размер дома. Это дом с площадью 147 квадратных метров, отапливаемой площадью этого дома 138 квадратных метров. Хочу показать вам фотографию полгода назад этого участка. Это апрель этого года. Мы видим, что абсолютно голый участок. Сейчас дом полностью готов к проживанию. Это дом на качественном фундаменте. Тепловые характеристики дома полностью соответствуют современным домам, которые строятся в Северной Европе. Это очень теплый дом. Кирпичный фасад у этого дома. Черепичная кровля. Штучная черепица от компании Brass. Одновременно со строительством дома здесь были выполнены все инфраструктурные работы. Позади меня вы видите станцию биологической очистки, фильтрующий колодец, то есть полностью конвенционный регистра. А вот здесь вот слева мы можем с вами увидеть водозаборный узел. Итак, друзья, мы на входной группе. У нас вот здесь кирпичная облицовка фасада. Это дикий камень, очень приятный. Желтый цвет. И сейчас проходим в дом. Вот здесь внутреннее пространство, дверь, металлическая, базовая комплектация. Давайте попробуем пройти в дом. Это прихожая. Прихожая имеет площадь 10, больше 10 квадратных метров. Видите, это очень просторное помещение с естественным освещением. И вот это пространство. Здесь мы можем свободно разместить большой платяной шкаф для размещения одежды верхней. Здесь же у нас находится шкаф воды распределения электрической энергии. В нем мы видим достаточное количество различных автоматов, которые обеспечивают защиту электроустановки дома. Это окно с естественным освещением, которое это требование для размещения газового котла. Мы сейчас об этом поговорим. Кроме всего прочего, хочу обратить внимание, что здесь стоят приточные клапаны, через которые осуществляется приток воздуха при работе газового котла. Окно имеет как функцию открывания, так и функцию проверки. На что хотел бы обратить внимание. В данном случае помещение площадью 6 квадратных метров мы решили не занимать для размещения газового котла. И совместили функции. У нас с здесь технические помещения под лестницей, которые мы сейчас чуть позже посмотрим. Вы видите, что эта зона технологическая в этом помещении занимает минимум пространства. Вот здесь мы повесим газовый котел. На верху мы видим трубу для подключения продуктов сгорания от газового котла, решетку естественной вентиляции и узлы для подключения газового котла. Здесь же мы видим розетку для подключения электрического котла. Это у нас поле для подготовки горячей воды, который тоже размещен по согласованию с заказчиком в этой зоне. Мы с вами посмотрели прихожие и переходим в следующее помещение. Небольшой холл, из которого можно попасть на лестницу. Санитарный узел. Техническое помещение небольшое под лестницей, мы сейчас о нем поговорим. Небольшая спальня 13,5 квадратных метров, мы тоже сейчас зайдем туда. И большое жилое пространство 31 квадратный метр, это пространство жилой зоны с кухней нишей. Позади нас небольшая ниша, где будет размещено пухонное оборудование. Кроме того, заказчик сразу предусмотрел для себя возможность развития данного дома. И мы видим с ним выход, для того, чтобы можно было организовать здесь либо открытую террасу вначале, потом может быть остекленную, потом может быть какая-то галерея, которая поведет в баню. То есть это возможность развития этого дома на этом участке. Если мы с вами считаем общее пространство, это жилая зона, если мы считаем с вами жилую зону, кухню нишу, и вот этот небольшой холл, который функционально, в общем, неотделим от этого общего пространства, мы получаем больше 36 квадратных метров. Достаточно просторно для того, чтобы обитать в семье из 4-5 человек и принимать гостей на этой территории. Из холла мы проходим в небольшую спальню. Вот у нас с вами небольшая спальня на первом этаже. В доме уже смонтированы и электропроводка, как я вам говорил, и разводка под телевидение. На потолке мы видим вот такой необычный рисунок для загородного дома, то есть это дом в стиле кантри. И здесь задумано сразу, чтобы это подчеркивалось такими открытыми строительными конструкциями. Открытые строительные конструкции, открытые балки. В доме, конечно же, уже смонтирована шикостная система отопления. Это двухтрубная система отопления с радиаторами, стальными трубные радиаторы. Здесь есть регулятор для того, чтобы можно было регулировать проток теплоносителя и уменьшать или увеличивать температуру в этой комнате. Электроустановочные приборы смонтированы в французской компании «Леграм». Финские двери. И из холла, опять же, мы проходим в помещение санитарного узла. Вот мы прошли в помещение санитарного узла. В данном случае заказчик сам поставлял санитарную технику. Ну, наша здесь была только установка. И мы видим с вами, что здесь у нас с вами установлен умывальник, унитаз, ванная. Пока я смотрю, не смонтирована душевая стойка. Сейчас она, видимо, будет смонтирована. Место для подключения стиральной машины. Очень комфортный санитарный узел. Потому что мы видим, что он с окном. Это всегда добавляет такого приятного ощущения для санитарного узла. Окно оснащено двойным открыванием. Мы видим, что здесь это окно работает как в режиме проветривания, так и в режиме открывания. Ну, конечно же, естественно, мы не обсуждаем уже эти вопросы. Это двухкамерный стеклопакет. Три стекла с толщиной 4,3,4 мм. И стекло стоит немецкая фурнитура от компании «Рота». И профиль от компании «Рихау». Очень симпатичную заказчик выбрал плитку, имитирующую деревянные срезы. Плитка. Она очень удачно здесь подходит. Также был подобран, на мой взгляд, очень удачный плинтус. Это лестница на второй этаж. Ну и пройдем с вами в техническое помещение, попробуем разобраться, что у нас с вами здесь находится. До момента, пока заказчик не запустит газовый котел, дом будет отапливаться от вот этого электрического котла, который работает с GSM-модулем. И этот котел можно включать, выключать, уменьшать температурный режим на этом котле дистанционно с собственного телефона. Внизу мы видим, в нижней части мы видим распределительный коллектор системы отопления. То есть у нас с вами к каждому радиатору на первом этаже идет прямая и обратная труба. Внизу, на полу, мы видим люк в техническое подполье, через которое мы можем попасть в техническое подполье, для того, чтобы проверить техническое состояние строительных конструкций, для того, чтобы посмотреть узлы ввода коммуникаций в дом, гильзы и конвенционные трубы, водопроводные трубы. Кроме всего прочего, в принципе, конечно, можно какую-то зону небольшого хранения организовать. Дальше мы видим шкаф воды распределения воды. Здесь у нас с вами есть узел первичной очистки воды. Дальше у нас узел, который уходит на полив. Гребенка для распределения холодного водоснабжения к потребителям. Дальше коммуникация для организации горячего водоснабжения. От двух источников у нас с вами запланировано горячее водоснабжение. Это газовый катон двухконтурный и бойлер горячего водоснабжения. И дальше, собственно говоря, узел распределения горячей воды к потребителю. Вся система выполнена с естественными уклонами и с дополнительными кранами, которые обеспечивают возможность ображнения всей этой системы, если нам это необходимо. Кроме всего прочего, мы видим, что одновременно с выполнением работы была смонтирована субподрядчиком система дополнительной очистки и фильтрации воды в доме. Это система с очисткой от растворенного железа, умягчитель воды, ну и емкость для хранения солей, которая необходима для работы этой установки. Это смонтировано здесь под лестницей. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. В то время уже так тепло, что я вынужден был снять пиджак. Вот здесь мы видим коллектор, распределительный коллектор отопления второго этажа. Здесь же мы видим чердачную лестницу, через которую мы можем подняться на чердак. Мы с вами ее еще посмотрим, посмотрим это пространство. Здесь же мы видим с вами мансардное окно, которое освещает нам внутреннее пространство дома. Можно проветрить помещение. Очень удобно мыть это окно. Вот мы видим, как можно помыть это окно. Видно. Потому что это вопрос, который мне часто женщины задают. Дальше мы продолжаем подниматься на второй этаж. Поднимемся на второй этаж. Походим в санитарный узел второго этажа. Вот я с вами санитарным сейчас включу свет. Вот проходим в санитарный узел второго этажа. Ванна стоит. Мы видим ванну с работающим водопроводом. Мы видим у нас мувальник. Мы попадаем в просторную спальню. Хотя это одна из самых маленьких спальн. Мы видим, что здесь уже смонтирована система естественной вентиляции. Естественно, смонтируем вся электропровода. Электроустановочные приборы. Легра, это и силовая сеть, и сеть для телевидения. Вот мы проходим с вами в самую большую спальню. Это 17,5 квадратных метров. На втором этаже просторная главная спальня. И средних размеров. Опять же, в районе 15 квадратных метров. Еще одна небольшая спальня. Мы видим, что здесь смонтирована система естественной вентиляции. Ну и все остальное. В общем, дачные такие уютные спальни, в которых удобно и комфортно размещаться. Друзья, итак, главный вывод, который правильно было бы сделать из данного видео, это то, что все, что мы с вами увидели, входит в базовую комплектацию. Эта базовая комплектация подробно изложена вот в этой брошюре. Здесь на 40 листах машинописанного текста подробно изложены, какие в доме находятся двери, в какие радиаторы отопления смонтированы, как смонтирована система отопления. И вы получаете дом полностью готовый к проживанию. Друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы не пропустить очередные видео о готовых к проживанию домах.